Лето закончилось и ребята снова сели за школьные парты. Но проводить время на свежем воздухе им все равно необходимо. И теперь для юных славянцев главное уличное развлечение – детские площадки. Администрации города и района прикладывают максимум усилий, чтобы обеспечить детям активный и безопасный отдых. Где проводят свое свободное время дети, расскажут наши корреспонденты Надежда Неткачева и Георгий Калинин. Пожалуй, любимое место для любого ребенка – это детская площадка. Ведь здесь ребят ждет множество развлечений на любой вкус. Песочницы, качели, горки, карусели становятся отличным развлечением для детей. Отличным, но не единственным. Ведь главное занятие на детской площадке – это игры с друзьями. С наступлением вечера детская площадка в микрорайоне Кубри соживает. Мальчишки и девчонки, придя домой со школы и сделав уроки, спешат во двор. Андрей Решитько живет в доме напротив. И, как рассказывает сам мальчик, ни дня не проходит без игр на площадке. Я каждый день подтягиваюсь, сколько смогу, катаюсь на качелях, играю в футбол, когда мальчишки приходят. Иногда я сам к ним прихожу с мячиком. И еще мы тут играем в баскетбол, как-то придумываем, развлекаемся, рисуем тут. У Андрея на площадке много друзей. И все они с удовольствием проводят здесь время. Играю, девочек зову иногда гулять. Иногда в волейбол играю, в прятки, в догонялки. Я прихожу на площадку часто каждый день. Мне очень нравится гулять на детской площадке. Но не только детворе здесь приходится по душе. Ребята постарше занимаются на турниках, а молодые мамы выходят на прогулку со своими малышами. Наш ребеночек еще маленький, но он любит смотреть, как играют другие детки. Каждый день ходим. Мы здесь рядом живем, сюда весь кубриз ходит на эту площадку. Между спортивным комплексом «Буревестник» и бассейном «Дельфин» есть одно из любимых мест молодежи – скейтпарк. Роллеры, трейсеры и другие любители экстремального вида спорта собираются здесь для того, чтобы показать свое мастерство, научиться новым трюкам и просто провести свое свободное время, занимаясь любимым делом. По возможности после уроков, как только сделаю уроки, прихожу сюда. Летом был здесь каждый день. Здесь я прогрессирую то, что я уже умею делать, учусь чему-то новому. А рядом расположился современный детский комплекс развлечений. Несколько горок, качели, всевозможные лесенки. Словом, все, что нужно, не поседливая детворе, чтобы не скучать в родном дворе. О таком месте дети мечтали не один год. Да, построили все нормально. Пойдем на горку, тумели, лестницы. Пожалуй, именно активные развлечения нравятся детям больше всего. Бегать, прыгать, догонять – детская площадка идеально подходит для всего этого. Стоит отметить, что подвижные развлечения – это не только весело или интересно, но и очень полезно. Активные игры помогают ребятам становиться более крепкими, ловкими, сильными. Настя Кириенко вместе со своей мамой часто приходит на детскую площадку по улице Краснодарской. Как говорит сама девочка, это ее любимая площадка. Мне нравится на детской площадке гулять. Я катаюсь на горке, в песочнице играю, на качелях. Замечательный подарок сделал горожанам предприниматель Валерий Атамджанян в Северном парке. Горки, качели, лестницы и турники сразу же пришлись по душе ребятам. А чтобы отдых стал еще более комфортным, около площадки поставили новые лавочки и подсыпали территорию ракушкой. В парке можно встретить малышей и их родителей, которые фотографируются около героев из мультфильма «Ну погоди». В ближайшем будущем планируется и дальше развивать парковую зону. Здесь будет на следующий год, и все очень интересно планируется. Здесь будет детский бассейн с развлекательными аттракционами. Планируется паровозик рельсовый здесь поставить, чтобы дети маленькие катались. Игровую комнату будем развивать, будем более красивую ее делать. И еще мини-джет, может видели, вот такой аттракцион. Дети садятся, разные фигурки катаются по кругу. Детские площадки – любимое место для славянской детворы. Здесь малыши заняты делом. Кто-то играет, кто-то катается на качелях. А игры на свежем воздухе любому ребенку пойдут только на пользу. Надежда Неткачева, Георгий Калинин, программа «События».